Опа-на-салам, алейкум, братанчики! Чтобы вы понимали, это уже 25-я серия пути бомжа-бэстика на просторах онлайн-рп. Потормозите, если вдруг вы хотите поиграть на проекте вместе со мной, то просто скачивайте игру по ссылочке в описании, и залетайте на сервачок Гавайи, и после захода вводите промокод хэштег Бэсти. Ну и чтобы вы понимали, введя его, вы получите 120 тысяч, ну а также спорткар Ниссан ЖТ. И кстати, под прошлой серией вы набрали 200 лайков, и донатик забирает вот этот вот челик. Сколько лайков вы соберёте на этой серии? Столько доната я и разыграю в следующий раз. Короче, парни, как вы знаете, сейчас на моём балансе имеется кругленькая сумма денег, ну и просто какая-то дебильная тачка, за которую мне даже налоги нужно оплатить. И как бы мне кажется, в этой серии нужно что-то менять. Вообще, я хочу взять себе заменённую недорогую тачку, которая будет реально валить на все бабки. Я надеюсь то, что у меня получится это сделать. О, кстати, практически через часик у нас будет аукцион контейнеров. Не, ну обязательно нужно будет залететь. Так, ну ладно, сейчас мы отслеживаем свою машину. Находится она в центре Лос-Антоса. Ну и сейчас мы быстренько едем к ней. А, кстати, совсем забыл сказать, сегодня завезли Бакфикс и устранили наши вылеты. Опа-на, вот моя ласточка. Я не пойму, а чё она вообще тут стоит? Ладно, сейчас мы прыгаем в неё. Через телефон оплачиваем налоги. А, у вас нет задолженности по налогам за транспорт? Ну ладно. А, ну, в принципе, отличный Бакфикс. Мне очень нравится. Чё за фигня, блин, а? Хорошо, хоть я на месте выхода могу появиться. Как вы помните, покупал я её почти за 25 тысяч. Поставил нитро за 10 тысяч. Ну и сейчас нам нужно будет слить её в небольшой минус. И нафига мне какой-то мент выкидывает? Подвезите! Иди нафиг! Придурок, блин, берёт меня и с тачки выкидывает. А, смотрите, он КПП достаёт. Ну и выдаёт мне 6 звёзд розыска. Ты чё, придурок? Обязательно таймим. Сейчас, короче, немного отъедем. Скрафтим Диггл. Ну и сейчас убьём этого придурка. А, понимаю, он меня тайзером отключил. Не, ну просто попуск. И в это время мы просто выходим. По сути, наручники он не накинул. Так что сейчас я не должен отлететь Диморган. И чё у нас в итоге? А, отлетел аж на 4 часа. Ну ладно, сейчас будем с ним разбираться. Короче, стопехнулся я сейчас к нему. И он находится в УФК. Ладно, ждём. О, вот он вышел из УФК. Сейчас телепортируемся подальше. Ну и телепортируем его к себе. Зачем нонрп розыск игрокам выдаёте? Какое нонрп? Случай на авторынке не забыли? И что с этого? Человек нарушил кодекс. А вы его не нарушили? Человека просто так из машины выкидывали. Признаю, нарушила как по-другому. Вы спровоцировали человека на конфликт. После выдали розыск. Есть видео. Естественно. Тот Ромео, это я. Покажешь? Посмотришь на канале Бестик. Удачи. Ну всё, даём ему варн. Менты просто в натуре, офигели, сами провоцируют и страдают вот такой вот фигнёй. Чё за бред? Выпускаем себя, короче, из тюряги. Ну и продолжаем дальше. Появляемся, короче, в семейном доме. Берём тут мотик. Ну и летим за своей тачкой. Всё, короче, забираем её. Ну и сейчас я снова попытаюсь её продать. Блин, походу она тут не особо кому-то нужна. Я хочу чекнуть, сколько стоит горшок на колёсах. А, мне говорят то, что он стоит где-то 10-20 тысяч. Блин, я думал то, что больше. Печально, конечно, но ладно. Короче, ладно, летим мы сейчас на аукцион контейнеров. Прокуем тут нашу тачку. Ну и теперь просто дожидаемся слёта. Так, ну до слёта у нас осталась минута. Тут очень много народу. И давайте мы займём вот этот вот контейнер. Просто смотрите, каждый контейнер заняли. Когда я приехал, тут вообще никого не было. Так, ну всё, контейнеры заспавнились. Автомобильный и товарный 500 тысяч. Ставим. И я надеюсь на то, что меня никто не перебьёт. А, ну понимаю, подбегает какой-то тип. И ставят 700 тысяч. Поставили 800. Ничего страшного, 900 накинем. Видимо, какой-то прям имбовый контейнер. Так, тут есть товарный за 400. Поставим 420. На этот 930 поставили. Ставим 950. Этот снова перебили. Поставим 455. А уже 500 накинули. Этот у меня снова, блин, перебили. Ставим лям 100. Я вообще не шарю за контейнеры. Но вроде автомобильный и товарный должен быть окупный. А, чувак больше меня поставил. Ставим лям 122. На этот уже 610 зарядили. Не, ну это бред. О, кстати, рандомный контейнер. Поставим лямчик. Теперь бежим снова к своему. Ну и накидываем лям 150. И, мау, просто посмотрите на мой балик. Этот чувак снова решил меня перебить. Там меня перебили. Ладно, накинем лям 250. Снова побежим к рандомному. А, тут тоже лям 150 ставка. Там меня, блин, по новой перебили. Ставим лям 400. Он поставил лям 500. Ставим лям 550. Ставим лям 777. Поставили лям 800. Одна лям 850. Он снова перебил. Ставим лям 900. Он снова перебил. Фиг с ним, поставим 2. Еще он, типа, все слился. Пишет, хотя... Ну и перебил мою ставку. Не, ну пускай берет. Я просто не хочу терять весь свой балик. Цены пишут то, что это овер. Поэтому не будем ставить. Тут он на товарный уже лям 400 закинули. Так, ну все, он его открыл. Сейчас посмотрим, что скажет. Пишет, окуп. Ну, что-то мне в это слабо верится. Плюс 2,9 написал. Ну, да. Короче, ладно, пакуемся в машину. Ну и летим к ближайшему автосалону. Так, ну все, я приехал. Сливаем, короче, тачку в гос. Ну и давайте чекнем, что у нас по ценам на тачке. Я бы хотел себе вот эту бэху, но 900 тысяч за нее отдавать. Это, конечно, жестко. Короче, фиг с ним. Давайте купим Е34 в красном цвете. Все, отлично. Кема у меня остается лям 400. Но зато у меня появилась вот такая вот красотка. Сейчас зачекаем, что она, как вообще едет. Не, ну разгончик у нее прям приятный. Давайте залетим сейчас в автосервис. Ну и, естественно, поставим нитро за десятку. С нитросом, естественно, она стала просто бешеной. Я вылетел, понятно. Короче, ладно, перезашел я. Прыгаем на мотик. Блин, у меня для клада нифига нет. Ну и что, погнали в магаз. Покупаем, короче, локатор. Также железную лопату. Даже можно две. Сейчас мы его юзаем. О, нифига, какая-то новая метка. Ну что, погнали искать. Где-то тут он, короче, должен быть. О, нашел. Юзаем, короче, лопатку. Опа-на, воздушный шарик. Это то, что нам надо. Крюк пирата. Ничего себе. И серый парик. Мы, кстати, еще ежедневную награду выполнили. И получили 25 тысяч. Ема, пацаны, это просто ема. У нас есть новый шарик. Я так хотел его выбить. Потому что на нем куда-то добираться реально очень кайфово. И зачем мне тогда нужна тачка? Хотя пофиг, я и так ее цену отбил. Давайте сейчас чекнем рынок Рюкай. О, кстати, золотая лопата за десятку. Давайте купим. Она нам пригодится. Решила сейчас заезжать парик. Ема, это что такое? Короче, нифига, я не нашел покупателя. Летим мы сейчас в магазик. Снова покупаем локатор. Ну и теперь летим на ивентик. Ну просто, пацаны, там как бы задание починили. И нам нужно его пройти. Так, ну все, я на месте. Берем, короче, задание. Ну и не знаю уже в какой раз везем эту гробовозку. Так, ну все, я приехал. Ну и сейчас мы снова будем ловить наших любимых слендерменов. Я не знаю, каким образом эту заданку пофиксили. Но сейчас мы проверим. Мы успешно выполнили задание и получили награду. А, типа все. Теперь нам говорят, отправляйтесь к скелетону за наградой. А как пофиксили-то? Блин, ну что делать? Поехали. Так, ну все, я подъехал. Убегаем к скелетону. И неужели мы это выполнили? Ничего себе. Чтобы вы понимали, я в прошлом ролике сделал попыток 5. И все было безуспешно. Сейчас он нам дает второе задание. Но лучше перезайти. Так, ну все, берем задание. Ема, ехать нам нужно аж на челя. Это, конечно, люто. Ну ладно, погнали. Все, короче, подходим к этому ивенту. И сейчас нам нужно будет помочь ведьме сварить какое-то зелье. Ух, Ема, что началось-то? Подбираем чешую змеи. Пиявок. Гусениц. Мяту. Золотоглазки. Имбирь. Иглы дикобраза. Паучьи лапы. Мох. Бородавки. А, нам нужны были определенные предметы. Берем, короче, мяту. Закидываем. Берем золотоглазки. Также кидаем. Берем чешую змеи. Закидываем. Ну и нам осталась гусеница. А, ну в принципе, вот она. Также закидываем. И теперь нам нужно добавить все это в котел. А, Ема, тут еще и время. Блин, я не успел. Так, ладно, сейчас делаем все по новой. О, все, отлично, мы сварили зелье. Подходим к ведьме. Ну и она отправляет нас к скелетону. Добираться мы, конечно, будем очень долго. А, даже так. Блин. Нет слов, пацаны, одни эмоции. Короче, берем по новой задание. Че, вы выполнили задание и получили награду? А, нифига себе, реально. Теперь, типа, можно вылететь, приехать и забрать награду. Офигеть, я очень рад этому, вы не представляете как. Юзаем локатор. Ема, метка у нас очень далеко. Собираем, короче, шарик. Ну и быстренько туда летим. Ема, главное, шар сейчас не сломать. Аккуратно приземляемся. Ну и ищем наш кладик. Ема, че за бред? Я нифига не могу его найти. Блин, сейчас с помощью админки попробую его поискать. А, так вот он, блин. А, как? А, ну да, вот он реально. Че за бред? Ладно, юзаем лопату. Да, походу зря я мучился. Получаем мы 40 тысяч, какую-то кепку и серую маску с узором. Не, ну я не понимаю. Я, типа, бегал тут раза четыре. Этого сундука тут не было. Откуда он взялся? Блин, мне сейчас очень интересно, как вообще задействованы вот эти мини-игры. Сейчас мы их можем уже проходить. Нифига, тут чуваки уже автодома поставили. Нормальная тема. И нифига себе, тут че так много игроков? Регистрируемся. Вы успешно зарегистрировались на игру. Лобби один. Походу тут, походу тут сыпется что-то реально годное, раз тут столько игроков. А, так тут мини-игра такая же, как в Блэк Раше. Только я не знаю, есть ли тут сундуки или же нет. Опа-на, мы заспавнились. Я буду выжившим. Все, отлично. Игра началась. Че, закрыл? О, вот и генератор. Быстренько ремонтируем. У нас вот такая мини-игра высвечивается. И ма меня током шандарахнула. Рома 10к. Го 5. А, все, я починил. Передаем ему, короче, пятеру. Ну и ищем генераторы дальше. О, кстати, а вот походу и сундуки, которые нам нужно будет открывать. Так, нашел и второй генератор. Сейчас нам нужно отремонтировать его. Все, кайф. Вот у нас третий. Все, починили. Ну и остался вот этот последний. Все, кайф, мы починили. Теперь мы бежим к двери. Как я понимаю, он ее открывает. И че, нам, типа, просто убегать нужно? А, мы тут косточки зарабатываем. Вон че, все суетятся. О, кстати, у меня есть подарочная тыква. Давайте откроем. Нифига себе, мне костюм выдал. Че, за сколько продать можно? 1600 костей. Не-не-не, я забираю его. Мне пошел говорить то, что он 1,2 и 1,4 стоит. Я в шоке, какого фига. Так, ладно, регистрируемся еще раз. О, кстати, у меня почти 500 косточек. О, мы залетели. Ну и че, погнали чинить генераторы. Чиним, короче, первый. Все, отлично. Эй, куда я упал? А, нормально. Опять текстуры провалились, да че за бред? Пошел к мне в ЛС пишет то, что 2,2 и 5 такой скин стоит. Че? Какого фига я спавнюсь под текстурами, бля? О, нормально. Пацаны, вон, чинят генераторы. Ема, меня чувак оглушил. Ладно, передаем ему бабки. И нафига он меня на хрюк повесил? Еще 5к. За то, что бежал. Я тебя даже не видел. Боже, че за придурок? Давай. Эй, короче, пошел он нафиг. Сейчас просто убегаем, да и все, нормально. Лутаем косточки. Не, на самом деле нормальная тема. Так и нафармить можно. Типа раз 30 сходить, и уже машину можно покупать. Ладно, собираем сейчас велик. Ну и летим до ближайшего магаза. Так, ну все, забегаем. Покупаем локатор. Сразу его используем. Ну и меточка у нас на пляже. Сейчас мы фастом собираем шар. Ну и че, летим туда. Так, ну все, я на месте. Сейчас будем искать. А, ну, в принципе, вон он. Юзаем золотую лопату. Нам выпадает маска, материалы и красная шляпа. Ну, полная фигня. Короче, оставлю сейчас телефон на ночь, для того, чтобы нам тыквы дропались. Вон, нашел открытый домик. Сейчас самое интересное, будет тыквы юзаться, нет? А, ну да, минута убавилась, отлично. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.